Здоров! Сегодня мы поговорим об игре, которая может излечить вашу игровую импотенцию. Игра, в которой чем дальше в лес, тем страшнее вашим поселенцам, в которой чем дольше вы живете, тем больше вас ненавидят соседи, а если в вашей деревне нет солений и шашлыка, это прямая дорога к вымиранию. Уникальная Гэнст Зе Сторм также тем, что это единственное место в мире, где вы, будучи эффективным менеджером, не будете являться говном без задач. Представляет собой игра ядрёный сплав градостроительной стратегии и роглайта с заимствованием механик из коллекционных карточных игр. Вы являетесь наместником королевы, которая удостоила вас чести привести или не привести ваше поселение к процветанию, тем самым искоренив или не искоренив всю скверность жутких лесов, где никогда не прекращаются дожди. Отличия от классических градостроительных стратегий начинаются сразу со старта. Вашей главной задачей не является развить полностью одно конкретное поселение. От вас требуется довести развитие деревни до такого момента, когда она, по мнению королевы, будет способна существовать автономно и самодостаточно. После чего вы основываете и переезжаете в новое поселение и повторяете процедуру до тех пор, пока не закончится цикл длиной в несколько игровых лет. И если вы не достигли определенных целей за этот цикл, он перезагружается, а вы начинаете заново. Основным мерилом успешности вашего поселения будут так называемые очки репутации и нетерпения. Первые вы зарабатываете за счет выполнения заданий и королевских указов, а вторые растут постоянно с определенной скоростью, но могут быть замедленны и ускорены в зависимости от ваших действий. Если вы набрали достаточное количество очков репутации до того, как у королевы лопнуло терпение, поселение считается успешным. В противном случае королеве срывает днище, и она выгоняет вас с деревни, а поселение разгоняет. Несмотря на простой на бумаге геймплейный цикл, развитие каждого нового поселения будет отличаться от другого, благодаря богатому набору механик и особенностей. Из того, что всегда будет одним и тем же, это первые секунды после старта вашей деревни. По сути, вы всегда начинаете с двумя постройками и горсткой поселенцев. В качестве стартовых зданий на карте всегда будут присутствовать очаг и центральный склад, а доступны для постройки только несколько базовых зданий, типа лагерей дровосеков и травников. И вне зависимости от вашей стартовой позиции, деревня всегда живет по одному и тому же циклу сезонов – светило, копель и буран. Если светило и копель относительно безобидны для ваших подопечных сезоны, то буран совсем другое дело. Во время бурана вся накопленная враждебность леса очень больно прилетает по поселенцам, отчего у них сразу и резко падает уровень довольства. И если с этим падением ничего не сделать, поселенцы либо начнут дохнуть, либо уходить, что одинаково неприятно. А если вы находитесь в запечатанном лесу, проблем становится еще больше, но об этом чуть позже. На этом сходства заканчиваются, а вот на отличиях мы остановимся поподробнее. Во-первых, это сама локация, на которой вы основываете свое поселение. В зависимости от биома и близлежащих построек на карте мира, каждая игра будет начинаться с разным набором особенностей и модификаторов. Скажем, в Королевских лесах добыча древесины поселенцами идет быстрее и эффективнее, с повышенным шансом получения большего количества ресурсов. А в условном Коралловом лесу вы получаете древесины меньше, но имеете повышенный шанс выпадения других нужных ресурсов. Модификаторы также можно получать в виде добавочных эффектов, за счет основания поселения рядом с постройками или событиями на карте мира. К примеру, можно построиться рядом с руинами прошлых цивилизаций, тем самым восстановив их и получив уникальные здания для ваших производственных цепочек. Либо снести их и получить дополнительные ресурсы. А можно поселиться рядом с лагерем разбойников, и к вам никогда не придут торговцы, тем самым завайпов вам все развитие. Во-вторых, набор возможных построек всегда будет отличаться от поселения к поселению. При получении репутации вам будут открываться наборы чертежей. Чертежи — это постройки, которые вам будут доступны для возведения. Из каждого предложенного в течение игровой сессии набора вы можете выбирать только по одному зданию в свой арсенал, отчего вам необходимо продумывать стратегию развития поселения и производства ресурсов для каждого конкретного случая, которая определяется уже имеющимся у вас зданиями, активными квестами и количеством располагаемых ингредиентов. Обратите внимание, что некоторые ресурсы у местных мануфактур пересекаются, а также имеют свой уровень производства, который отображается в виде звездочек в скобках. Чем больше звездочек, тем меньше конкретный ресурс потребует ингредиентов, отчего порой возникает дилемма — нужно ли открыть полностью новое производство ресурса, который ранее у вас не производился, или все-таки лучше повысить уровень уже существующего. По мере развития вашего поселения вам будут также предлагаться так называемые краевые камни. Предоставляются они по тому же принципу — по одному на выбор и дают различные бонусы, будь то ускорение производством, повышенный приток поселенцев, поставки провизии или, например, мой любимый каннибализм. Получение 30 мяса каждый раз, когда поселенец умирает или уходит. В-третьих, набор поселенцев от раза к разу постоянно отличается. В игре присутствует 5 раз — люди, бобры, гарпии, ящеры и лисы. У каждой из них имеются свои предпочтения, как в потребляемых ресурсах, так и в местах работы. К примеру, люди — хорошие фермеры. Опять работа! Гарпии любят собирательство, лисы тащатся от фарма дождевой воды, бобры пилят деревья, а ящеры шарят в поддержании огня в очаге. Очаг пылает, как мой пердак после байкальского побоища. Каждое новое поселение, предложенный вам коллектив жителей, будет отличаться. Иногда это несколько ящеров и несколько бобров, иногда чистые люди и так далее. Перед стартом деревни вам будут предложены 3 опции начального населения на выбор. Выбирайте с умом, так как население деревни — самый важный ресурс. То, как и в каких производствах вы на старте распределите работу ваших подопечных, во многом задаст вектор развития деревни и при грамотном старте облегчит выполнение первых королевских заданий. Но поселенцы не готовы работать за еду. Точнее готовы, но еды им хочется поразнообразней. В целом и на каше вы неплохо продержитесь первые пару циклов, но чем больше территории вы осваиваете, тем выше будет враждебность леса, а соответственно хуже настроение жителей. Поэтому помимо каши необходимо давать и другие блага, в том числе и иные виды еды, будь то печенье или пироги. Учтите, что у каждой расы свои предпочтения в разносолах. К примеру, гарпиам хороший буст к настроению дают копчености, а бобры жить не могут без солений. Помимо еды вы также должны будете обеспечивать жителей одеждой и, скажем так, духовной пищей. Люди после работы любят сходить в бар или храм, а скажем ящеры обожают после тяжелого рабочего дня пойти и набить кому-нибудь хлебало в доме клана. А еще поселенцам нужно где-то жить. И представьте себе, каждой расе нужен свой тип жилья. В целом вы можете заселять всех стандартные хибары, доступные со старта, но все же советую присмотреться к уникальным для рас видам жилищ, так как именно они дают наибольший буст к настроению. Особенно если вам по заданию нужно будет повысить настроение какой-то конкретный из рас. Как вы уже догадались, неудовлетворение потребностей работяг приводит к проблемам, которые, если их не купировать, очень явным образом дают о себе знать в сезон бурана из-за накопленной враждебности. И я уже несколько раз упомянул термин враждебность, так что пришло время обсудить и его. Поскольку действие игры происходит в лесах, свободное место на старте заканчивается очень быстро. Поначалу вам выделяется небольшая полянка. Расширение территории происходит за счет вырубки леса вокруг нее и открытия новых полян. И за каждое увеличение территории вам неизбежно придется платить как раз этой самой враждебностью. Другим обитателям леса не нравятся новые соседи и их экспансионистские наклонности. Им вообще все в вас не нравится. Расширили поляну? Получаете враждебность. Прибыли новые поселенцы? Получаете враждебность. Вообще существуете на этой территории дольше пары игровых лет? Вы че офигели? Получаете враждебность. Но и не расширяться тоже плохая идея. Как минимум вы не сможете своевременно выполнять королевские задания. Как максимум просто потеряете деревню. Новые поляны дают существенные бонусы. Там открываются месторождения ресурсов, а также задания, выполнение которых дает репутацию и другие награды. Поляны бывают трех видов. Малые, опасные и запретные. Если первые самые безобидные, не считая враждебности, в них сплошные плюсы. Новые ресурсы и квесты без ограничения по времени, которые вне зависимости от выбранного метода решения дают преимущественно бонусы, то вторые и третьи это уже серьезная тема. Во-первых, они больших размеров. Во-вторых, месторождения там пожирнее. И в-третьих, там обязательно есть так называемые опасные или запрещенные полянные события. Это задания с лимитом по времени. Если их не успеть вовремя завершить, произойдет что-то нехорошее. Нехорошее варьируется от протухания всей вашей запасенной еды до появления стрёмных духов, которые убивают ваших ничего не подозревающих работяг. Бубр, курва! Ё, перд... И во время выполнения этих заданий зачастую на вас будет вешаться временный дебаф. К примеру, дополнительная враждебность или еще чего похуже. А у поселенцев еще и свой распорядок дня есть. И их не парит, что у вас тухнет еда, по городу летают духи, убивают горожан, и вся деревня стоит на грани катастрофы. Работа работой, а пойти бухнуть и посидеть у очага строго по расписанию. Поэтому полезно знать, что некоторое количество враждебности можно снизить за счет краевых камней или постройкой дополнительных очагов. Несмотря на то, что Against the Storm стратегия, динамики тут полно. Это выражается в том числе даже в такой базовой вещи, как возведение производственных зданий. Все добываемые на карте ресурсы исчерпаемы. Если вы не хотите, чтобы работяги после того, как выгребли все ресы, сидели без дела, то в ваших интересах перенести их рабочее место в другую локацию, поближе к новому источнику ресурсов. Если же таковых не имеется, работу в здании можно приостановить, а штат распустить. Все незадействованные на производствах работяги идут строители и помогают отстраивать город. И у огромного количества построек существует своя отдельная прокачка. Я бы ее разделил на три вида. Мгновенные улучшения, актуальные для шахт, когда при исчерпании залежей меди или угля можно добавить немного ресурсов и пробуриться на большую глубину, дополнительно улучшив скорость производства. Улучшения за счет воды, характерные для производящих зданий. Каждая местная мануфактура использует один из трех видов дождевой воды – светильной, капельной или бурановой, которые можно набирать в резервуары в соответствующие сезоны. За счет воды вы заметно увеличиваете эффективность производств, но чем больше вы выкручиваете тумблер, тем быстрее накапливается так называемая гниль – субстанция, поражающая ваш очаг во время бурана. Если с ней не бороться с помощью специальных служб, быть беде. И улучшение очага, которое достигается за счет обустройства территории в его радиусе действия и наведения там эстетики и уюта. Строите лавочки, фонари и сады, получайте минус к враждебности и плюс ко всем производствам. Да и выглядит красиво. Каждое успешно развитое поселение появляется на карте мира, а последующие поселения могут прокладывать друг другу торговые пути. Советую не игнорировать эту механику, так как в обмен на небольшое количество товаров вы получаете янтарь – местную валюту, благодаря которой вы можете выполнять задания королевы и обмениваться с торговцами, периодически прибывающими к вам в поселение. Торговцев Against the Storm несколько, и каждый специализируется на своих видах товаров. С ними можно работать либо обменом, либо расплачиваться за работным янтарем. Если у вас вдруг был опыт трейдов на CSGO Lounge, вы легко поймете, как тут работает бартер. А если денег нет, а бартер невозможен, но вон те яйца вам капец как нужны, можно зарезать барыгу. Только не удивляйтесь, если он не будет стоять и смотреть, как вы его убиваете, и заберет с собой пару поселенцев. Ну и другие торговцы к вам теперь тоже никогда не приедут. Ну и как? Стоило оно того? Само собой! Вы видели, сколько сейчас яйца вообще стоят? В общем, игра всегда найдет чем вас удивить, и каждый новый заход будет отличаться от другого, как и полагается нормальному рулоглайту. При этом откровенно безвыходных ситуаций у вас не будет. Игра всегда предоставляет возможность найти альтернативные пути решения проблем. Это даже в обычном производстве товаров и ресурсов выражается. Если конкретного ингредиента для производства не хватает, наверняка существует ингредиент-заменитель, который у вас уже лежит на складе или даже добывается. А если не добывается, но есть запас заменителей, он поможет выиграть время, чтобы вы могли успеть выстроить производственную цепочку. И крайне советую вам полюбить вкладки потребления и рецептов в меню справа сверху. Меню с ресурсами вам всегда подскажет, что и в каком количестве потребляется вашими жителями. А если какой-то из этих ресурсов требуется для выполнения королевского указа, вы можете вообще запретить его использовать и копить его исключительно для королевы. Что касается меню рецептов, то это вообще незаменимая вещь. Учитывая огромное количество производственных цепочек, запомнить чего и сколько требуется нереально. Поэтому крайне удобно иметь под рукой список всех рецептов. Более того, если для производства ресурсов у вас уже есть нужный чертеж, можно вызвать постройку здания по кнопке прямо из меню. Также рекомендую вам как можно скорее наладить деревни производства инструментов. Куча заданий и ивентов их требует, и чтобы постоянно не надеяться на торговцев, которые могут еще взять и отказаться прибывать к вам в буран, лучше иметь самим возможность производить инструменты. Короче, усредненная схема такая. Помимо стандартных поселений, вам еще предстоит каждый цикл искать на мировой карте печати и селиться рядом с ними. Считайте это своеобразным боссфайтом, когда вам нужно в запечатанном лесу найти печать и закрыть ее, параллельно стараясь не просрать деревню. Поиск печати выглядит следующим образом. Вы также открываете поляны, но на них теперь спавнятся указатели, показывающие примерное местонахождение печати. Когда вы откроете нужную поляну, вы увидите жутковатого вида структуру, при нажатии на которую вам откроется ранее невиданный интерфейс. Да, чтобы запечатать это место, вам нужно собрать стражи по частям. Эти части вы можете получить, выполняя отдельную ветку квестов, которые придется делать в параллель с королевскими. Королеве абсолютно насрать, что у вас сейчас решается судьба всего королевства. Чтобы к обеду собрали 50 соленьев, иначе будете уволены. А тут еще и местные духи леса вечно пытаются вам нагадить и насылают по ночам чуму, от которой у вас то здания взрываются, то источники ресурсов пропадают. Но зато в случае успешного сбора стража вам щедро насыпят ресурсов и опыта, которые можно будет потратить на улучшения и бонусы на карте мира. Карта мира это то место, где вы делаете выбор о расположении будущего поселения. На каком биоме оно будет находиться, будут ли рядом с ним дополнительные постройки, дающие модификаторы, или какие-либо ивенты. После выбора точки размещения деревни вам нужно будет указать название поселения, определить стартовый коллектив работяг и принять решение о том, какие ресурсы вам взять на первое время. Сразу много ресурсов вы не возьмете, количество стартовых ассетов строго ограничено количеством очков. Постепенно вы сможете увеличивать его с помощью прокачки, но это будет чуть позже. А пока что нужно изучить, какие эффекты получит наше будущее поселение, какие ресурсы вы сможете найти в его пределах, а также какие дебафы будут накидываться в зависимости от уровня враждебности. Также с помощью карты вы можете переместиться в Тлеющий город, где вам будет предоставлена возможность потратить на прокачку заработанные по итогам развития деревень ресурсы, тем самым открывая дополнительные постройки и другие бонусы. В Тлеющем городе вы также можете посмотреть историю ваших прохождений и забрать награды за полученные во время них ачивки. Отдельно также хотелось бы отметить ваш дом, где вас всегда будет ждать тетушка Лори, ваш наставник, который поддержит и поможет советам, если у вас возникнут вопросы. Не ожидал увидеть тут диалог в стиле визуальной новеллы, но механика довольно полезная. За прокачку и ачивки, кстати, будут изменяться визуалы Тлеющего города и вашего дома. Город будет обрастать новыми зданиями, а в доме постепенно будут появляться разные предметы декора. Хоть и мелочь, но все равно придает ощущение динамичности происходящему. В целом, на мой взгляд, баланс медитативности, стрессовости и красоты в игре выдержан отлично. При грамотном подходе к развитию поселения у вас будет время и продумать стратегию, и красотами местными полюбоваться. Игра сочетает себя, казалось бы, несочетаемые. Визуал, жанр и игровой саундтрек во многом создают впечатление, что Against the Storm одна из тех уютных игр, что действительно имеет место быть. Но если что-то пойдет не так, королева начнет напрягаться, и выполнение задач выработки ресурсов и постройка зданий может нехило так начать напоминать кресины и бега, где вам всегда нужно чуточку больше времени, чем уже есть. Один из таких случаев у вас сейчас на экранах. При нужных 14 очках репутации мне не хватило буквально сотых долей, за что я, собственно, и поплатился. В любом случае, если вам вдруг игра покажется слишком сложной или наоборот простой, у вас всегда есть возможность для каждого конкретного поселения перед началом выставлять предпочитаемый уровень сложности. Чем сложнее, тем больше опыта вы будете получать. Вообще, все рассказанное мной выше весьма поверхностно описывает игру. Анализ всех доступных механик и их сочетаний очень сильно бы растянул этот ролик. Даже до сих пор, играя в Against the Storm, я нахожу для себя что-то новое, чего еще не видел. Поэтому советую вам тоже ее заценить. Особенно, если вам давно хотелось покатать в какой-нибудь градострой или в представителя жанра стратегии в целом. Сейчас самое время вкатиться, так как буквально на днях игра вышла в релиз, и теперь не должно быть таких ситуаций, когда вы по какой-то причине не до конца прошли поселение и вышли, а на следующий день вам сбросили его прогресс, так как разработчики выкатили обновления. А вы выкатите лайк этому видосу, если он вам понравился или был полезен. Поздравляю вас с наступающими праздниками, и как и в позапрошлом году, для досмотревших досюда объявляю небольшой конкурс. Зритель, написавший самые креативные комментарии, включающие в себя слова «копель», «шашлык» и «посасывать», получит от меня эту игру в подарок в стиме. Итоги подведем 7 января. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова